У меня на самом деле зимой дети боссы ходили, без куртки я не могла купить. Ходила попрошайничала, дайте вот Паше куртку, может у кого ботинки есть, да, виду. Даже на своей работе собирала бутылки, чтобы сдать, чтобы купить хотя бы детям хлеба. И не поверите, мы хлеб садимся кушать. Я хлеб нарезала, вот так вот на стол давала им кушать, вот так вот всем по кусочку, а остальное пратала. Также каждому хлеб выделяла, что родители конфеты выделят своим детям, шоколадки, а я выделяла хлеб, кусок батона. Максим Морг, Галина Николаевна, Куршкина. Очень страшно было, когда ты идешь на работу, зарплата невысокая. Ты смотришь на других детей, они идут с мамами, с бабушками, они идут красивые, они идут счастливые, они достают там, кушают. И это хочется, конечно, чтобы было у твоих детей. Ты стремишься дать им это, но не получается. Ой, чтобы дети доставали. Пакеты сюда. Пущённое молоко, тушёнка, консервы. А это всё входит в один набор. Гречка. Вот масло подсолнечное. Здесь чай. Макароны. Мне хватает с получки оплатить квартплату, интернет за домашний телефон, за садик. И оставить немного купить колбасу, самый дешёвый. Группы, слава богу, соцдеревни. Если бы не соцдеревни, я не знаю, что бы я делала. В этой комнате я живу со своей дочерью Алиной. Эту комнату в основном мне помогла сделать соцдеревня. Обои, телевизор, полочки, тумба. Ковёр, посмотрите какой. Германский. Вот здесь на когте меня спит младший сын, Максим. Раз в год я подаю на адресную помощь. Я подала документы, но ещё неизвестно. Сейчас говорят, что доход уходит за должность элементов. Там, если считать доход за должность элементов, то она у меня очень, у него большая. 80 миллионов, плюс там 40 миллионов, наверное, за год. Ну, у нас не выйдет. Я хочу сказать тоже, несправедливо с этими элементами. Продолжение следует...